МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио-компании Гомель, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Зеленый фонд Беларуси у Гомельской области проходит тыдень лесу. С Амнасом с мастацтвом. Специальный проект запустила картинная галерея Гаурила Вашенки. Перероджение. Реконструкция стадиона Промень близкая до завершения. Большая частка життя просвечена выхованию чемпионов. Свой день на рожение означала заслуженный тренер Беларуси Мария Кирилова. А зараз об этом и иншим больше подробязна. У регионе стартовала республиканская акция тыдень лесу. Уже у тринадцатый раз доброохотники сбираются на массовую посадку молодых древ и наведение парадку в лесгасах и зонах от Пашинку. Так, керавництва в области селета отправилась в лесный массив по башзвездкой студеная гута Гомельского района. До их долучилась Ганна Корольчук. За теплого надвор и отыдень лесу селета проходит ранее извычайного. В Царухском лесничестве представники улады и працовных коллективов садят древы на территорию в 1,3 гектара. Усягу больше за 8 тысяч новых саджанцев. У якости посадочного материала выкористовывают берозы и хвои. Вот этому маленькому саджанцу – амаль год. А про 7 годов и он вырастет вышиней больше за метр. Саджанцы привезли из годовальника Гомельского доследного лесгаса. Специалисты говорят, что схема смешанного леса – 7 родов хвои, 3 – берозы – сделает посадки больше устойливыми до хворобых шкодников. До речи за минулые два года в нашем регионе корояд снищил свыше 10 тысяч гектаров леса. А кроме того, каля тысячи гектаров летость пошкодзели ураганы. Все лето, вся территория будет обновлена. На Гомельщине з'явятся не меньше за 12,5 тысяч гектаров нового леса. Больше за 9 тысяч уже закладено. Остальные 3,5 тысячи плануют створить подчас акции «Тый день лесу». Нас критикуют то, что мы старые деревья срезаем. Да, их нужно срезать. На их место должны посадить вместо одного больше деревьев. И когда ко мне люди обращаются, частично на промывальнику обращались по парку, мы однозначно сегодня их поддерживаем для того, чтобы эти парковые зоны расширались. Вы видите, что даже взять по городу Гомелю, мы сегодня садим деревья. Уже погода нам позволяет, и эта работа ведется. И мы призываем всех наших граждан участвовать в этом проекте, потому что каждый должен посадить свое дерево. Все лето «Тый день лесу» присвятили 75-й годе Великой Перамоги и Году Малой Родимы. Унести свой уклад в зеленый фонд нашей краины может любой жадающе. Для этого достаточно взвернуться у лесгаса более снидство, которое забеспечит волонтеров посадочным материалом и инвентаром, и позначить место, где необходимо посадить дерево. До проведения акции лесные господарки Гомельщины подрихтовали свыше 15 миллионов штук сенцев и саджанцев. Половина наших лесов создается селекционным посадочным материалом. Что это значит? Это семена собраны из плантаций лесосеменных, которые выращены из лучших элитных деревьев. Для того, чтобы у нас, как и люди, такие деревья есть маленькие, есть большие, есть крупные, есть хорошие. Поэтому вот из тех самых лучших деревьев собрали генофон. Завершится акция «Тыдень лес» у четвертого красавика. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». На наступном тыдне у «Гомеля» отбудется 16-я сессия областного совета депутатов на расследжении с правоздаши старшиня облаканкама Геннадия Соловья об работе господаршего комплекса региона в 2019-м годе. Регистрация депутатов и запрошенных будет проходить 30-го соковика с 13.15 до 13.30. Початок сессии в 14.00. Верогодно, зараз нема не одного дорослого человека, которого бы не клопотило тема коронавируса. В магазинах, на улицах, в гуторках с сябрами и близкими она все ровно одна из головных. Чутки смешиваются с фактами и зразуметь, где правда, а где вымысел, бывает складано. Наш коллега Александр Гавейко по гутору с наместником Головного держанного санитарного уроча в Гомельской области Ростиславом Зиновичем. Корреспондент задал специалисту пытания, которые больше за все трубовали жахару нашего региона в последний день. Сярутых, например, ситуация с выпадком в Житковичах. Нагадаем, у Жаншины знайшли коронавирусную инфекцию, а наступные обследования, выники першопошатковых, обвергли. Мероприятия начинают проводиться при регистрации вероятного случая. Вероятный случай, если есть показания, медики начинают работать. Но для того, чтобы окончательно определить, есть ли там РНК вируса, значит, необходимы подтверждающие тесты. На это нужно время. Ну и система тестирования, она многоступенчатая. Сначала самый простой, что-то вроде экспресс-теста, потом более реальный к жизни, но требующий большего времени. Все верно? Да, верно. И для того, чтобы получить объективную информацию, тестирование проводится на различных тест-системах. То есть, если бы на одной тест-системе получилось подтверждение, или там какой-то сомнительный результат, значит, идет подтверждение дальше. Ну, в этом данном случае, значит, подтверждение проходило некоторое время, но на сегодняшний день я уже сказал, что мы работаем в режиме повышенной готовности, и проведение мероприятия начинается при подозрении регистрации вероятного, подчеркиваю, вероятного случая. Поэтому в данной ситуации были проведены мероприятия, значит, вероятный случай пациент был госпитализирован, были выявлены ближайшие контакты, значит, за ними установлено медицинское наблюдение, они были также обследованы, значит, ну, после подтверждения уже на других-то системах о том, что данные РНК вируса не обнаружено, соответственно, диагноз был отменен. Подробязности у великим интервью с Ростиславом Зиновичем у новинах ты дня. Глядите программу в неделю на телеканале «Беларусь-Чатыры» Гомель. В связи с пандемией коронавируса Гомельский филиал Республиканского унитарного предприятия «Белпошта» поширает список послуг, которые оказываются насельством. В приватности разговора идет о бесплатной доставке хороших, промысловых и будовольных материалов. Как это отбывается на практике, наши корреспонденты доведались на прикладе Жлобинского регионального узла Паштовой связи. Жлобинский узел Паштовой связи – предприемство региональное. У зоне его отказности – Жлобинский, Октябрьский, Светлогорский и Рогачевский районы. Мясцевое населенство постоянно обслуговывает 111 объектов связи – стационарных и перасовных. При этом разуме не идти об оказании выключено паштовых послуг. Сучасная пошта – предприемство шматфункциональное. Сегодня тут можно без проблем набыть те же продукты харчевания. При желании их навод принесутся до дому. Причем доставка абсолютно бесплатная. Что тучится кошту продуктов, то и они, звичайно, такие же, як у гандлёвой сети навод ниже. Воспользоваться полным перечнем наших услуг, а также приобрести товары повседневного спроса можно не только в отделениях почтовой связи, но и на дому. Наши почтальоны принесут любой вид товаров, как промышленную группу, так и продуктовую группу на дом нашим пенсионерам или нашим клиентам, согласно заявочке, оставленной в отделении почтовой связи. Для этого достаточно сделать звонок в обслуживающее отделение связи и оставить заявку. У паштальона Марии Снегировой працовный день начинается еще до официнного открытия почтового отделения. Причем разом с газетами часто приходится носить еще и продукты харчевания. Особливо часто такие заказы робят пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем. Два килограмма муки, килограмм сахара, масла, хлопья, как-никак, все-таки 800 грамм, 500 гречки килограмм. Тяжелее. Сгодно с правилами сумка паштальона не может перевышать больше, как 7 килограммов. Тому выконать все заказы за один раз, звичайно, не отримывается. В гумельском филиале РУП «Белпошта» ситуацию разумеют и мкнуться за охвачивость работников. За кошт прибытку предприемства ему якости премии выплачивается 5% от огульного кошту заказу. Обовязковое потребование – выкористовывать марлевые маски и перед встречей с человеком опрацовывать руки специальной ваткостью с утрыманием спирта. На основании списка я вам все поднесла, принесла. Может, что моющая, чистящая надо еще? Подумайте, если что. Давай с пенсии. Ну хорошо, принесу с пенсии, хорошо. Кожная доставка оформляется специальной квитанцией с указанием принесенных продуктов, цитоваров и их кошту. А про шатаго паштальон может на место принять оплату за коммунальные послуги и принести пенсию. Навод, коли пенсионер ранее отримлевает ее на паштовом вузле. Необходно только, как человек поведомил об этом вузно-те письмова. Пенсию, допустим, я получила уже, а чего-то мне не хватает. Ну, так я звоню у Марии, а тут же приносит мне в тот же день. Олег Сенчаров, Евгения Кухаронак, Валерия Хапанько, телерадио-компания «Гомель» – Сожлобина. Гомельский Державный технический университет имя Сухого ввести в набор на новые специальности. Конструирование и вытворность выработок композиционных материалов и промысловые роботы и робототехнические комплексы. Первая специализация открыта на механико-технологичном факультете. Тут будут научать специалисты в галине створения новых композиционных материалов, без которых теперь не обыходится ни одна галина промысловости. От тяжкого машинобудования до сельской господарки, спорту и туризму. Другая специализация – промысловые роботы и робототехнические комплексы – появится на машинобудовнишем факультете. Сегодня роботы выкористовуются так само практически во всех сферах. Для будущих студентов предуглеженная дзенная форма научания. Термин – 4 года. По водле попередней информации, по каждой специальности будет набрана группа по 20 человек, включая бюджетные и платные мессы. Стадион «Промень» – перероджение. Реконструкция одного из найбунейших спортивных объектов областного центра началась в червене 2019 года с ремонту потребунных помешканий. На данный момент работы еще не скончены, однако стадион уже не познать. С новыми мощностями спорт-объекта знакомился Максим Псавин. Тренерские покои, медицинские кабинеты, распранальни, тренажерное зало и утульный холл. Под трибунное помешкание стадиона «Промень» зменились кардинально. Небо и земля – минавито так кажут работники гомельской детяжей юнацкой спортивной школы номер 6, на балансе какой изнаходится объект. Звонку смены такие же глобальные. «Промень» перетворяется в шмат функциональный спортивный комплекс, где можно организовать полновартосный тренировочный из «Поборницки» процесс. Пляцовки с пяшчаным покрытием, призначенные для занятков пляжным волейболом и футболом. После завершения реконструкции «Промень» станет одним у города, специализованным легкоатлетичным стадионом с беговыми дорожками, секторами для скачков и киданев. Новое сучасное покрытие уже по кладинам, засталось и нанести разметку. «Поборницкий план» на летний сезон уже расписан. И коли пандемия не унесе свои коррективы, то спортивное житет тут будет кипеть уже в самый ближайший час. До конца лета тут распланированы мероприятия. Это как областные, так и республиканские соревнования по легкой атлетике. Также областные республиканские соревнования по пляжному волейболу и областные соревнования по пляжному футболу. Несумненно, головный объект – крытый футбольный манеж один и в области. Четвертого студеня открыли и закрутилось. Международные внутренние споборницы, тренировки детячих спортшкол, сборы профессийных клубов не только из нашего региона и товароцкие матчи. Теперь за карантинных мер житет манежа потешело. До этого поля было расписано с самой ранницы до позднего вечера. Одним из первых, кто оценил новый спортивный объект, стали дети. Зараз тут займаются выхованцы трех гомельских детячих спортивных школ. Тренер с душар номер 8 Леонид Борсук для гомельского футбола особо знаковая. Кажет, что крытый манеж – это необходность, якая оправдая свое заявление уже в ближайшие годы. Конечно, для детей это большое подспорье, потому что или заниматься на улице, у нас нет таких условий, чтобы больших манежей. А это подспорье, поэтому для детей это в радость только. И понятно будет, дети будут заниматься, будут повышать свое спортивное мастерство футбольное. Со временем придет результат, не сразу, а года через три, четыре, пять. Юные футболисты на тренировке у новой манежи дуют за довольнением. Умовы, саправды, першоклассные. Зимой мы занимаемся на дешёре в манеже. В маленьком манеже там зал поменьше, а здесь так попросторнее. Зон хорошая тут. В ближайшие годы побачь скрытым манежем повинна заявиться открытая футбольная пляца у Каразом, с гульновым полем, с натуральным покрытием. Это перетворит стадион променю по уновартосную футбольную тренировочную базу. В целом реконструкция спорта объекта близкая до завершения. Единственное, что не закончено, это легкоатлетическое ядро. Были перенесены сезонные работы. И тут осталось только нанести разметку, которая, я думаю, что к концу апреля уже будет нанесена, потому что на май месяц запланированы два республиканских спортивных мероприятия по лёгкой атлетике. У Гомельской ДЮС США номер 6 культивуют три виды спорта, кулявуют стрельбу, плавание и лёгкую атлетику. С нового научного года спис пополнить яши и футбол. Теперь тут займаются маль 600 детей. Из вересня колька сможет взрастить до 900. И это напевно не мяжа. Умовы для дальнейшего развития створены выдатные. И не только для профессионалов от спорта, а и для аматоров. Максим Савин, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Конкурс детяших малюнков команда родного города стартует в регионе. Его инициаторы – футбольный клуб «Гомель» и волонтерский отрат «Открытые сердцы». Работы будут приниматься до 8-го красавика по месту учебы во всех школах города. Будут вызначены 11 переможцев. Футболисты «Гомель» особисто их повиншуют и уручат памятные подарунки. С «Амнасом с мастатством» специальный проект запустила картинная галерея Гаврила Вашенки. Новый формат, продуглеживая полное погружение наведывальников в творчую атмосферу. Жадающие смогут забронировать особисто для себя и своей семьи, час наведывания выстав на пылную годину. Чтобы опынуться с «Амнасом» с мастатством, треба за день до наведывания забронировать свой час у галереи по улице Карповича 4, те в зале на проспекте Ленина, 43. Организаторы нагадали, что теперь у галереи по улице Карповича можно увидеть литографию работы одного из самых ведомых мастаков французской школы в экспозиции «Анры Матис» «Погляд». Так само доступна «Русская Атлантида». Справоздачная выстава проекта, який объеднал мастаков, удельников, штугодовых, весенних и восенских пленеров в городах Малога Золотого Кольца России. В выставочной зале по проспекте Ленина представлены независимые экспонаты. Коллекционные ляльки ведомых вытворцев большим цацка. Аутентичные костюмы, самобытные песни и колоритный вязковый гумор. У сельских домах культуры региона сегодня прикладают шмат намаганию для захования богатой национальной культуры. Накольки гэта отрымливается, доведовался Дмитрий Котов подчас наведывания агрогородка-новоселки Петриковского района. Репертуарный багаж коллективу «Вечерницы» самый розный. У творчим арсенале музычные композиции на любой густ. У большинства – это мясцовые народные песни. Однако, обрадовать публику и догаджать навык самым потребовальным глядачам, этим концертная программа, как правило, не обмяжевывается. «Вечерницы – гоноровые гости на всех святочных местах». В частных мероприемствах своим позитивом, запалом и радостью яныщщод разорожают не только мясцовых жахаров, наведывают и отдаленные вёски, а и ошейные удельники самых розных творчих с поборництвом. Репетиция у нас проходит два раза в неделю. Мы занимаемся в среду и в пятницу по два часа. Мы с семи до девяти занимаемся. Ну, когда у нас концерт, когда мы едем на какое-нибудь районное мероприятие или на какой-нибудь конкурс «Играй гармонь», например, в Ельск мы ездили, значит, назначаем дополнительное. Очень хороший коллектив, дружный, сплоченный. Приходят по первому зову. Всегда. С ними можно идти в разведку всегда и везде. У народным фольклорным коллектива «Вятшорницы», як и у большинства подобных творчих объединаний у навесцы, задейничаны непрофессийные артисты. Однако это ни яким чином на якости выконания не одлюстровывается. Кожна зудельника у коллективу до своей творчей дейности ставится с полной отдачей, выкладывается на максимум и подчас выступления дорыть глядачу яркие эмоции. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. Свой день на роджение означала заслуженный тренер в Беларуси Мария Кирилова. 54 годы, своих 75-ти она просвятила подрыхтовцы плывцов. Помещать юбилярку в областное управление спорту и туризму пришли вушни и коллеги. Мария Алексеевна означает, что отримливать веншование начала с 4-х годин ранницы. Шмать сябров и былых выхованцев живут за мяжой. Слов подзяки веншованию и самых налепших пожаданий шмат. Улику выхованцев Марии Кириловой, удельники олимпийских гульняв, терамужцы республиканских споборництвов, рекордсмены СССР и Беларуси. У Марии Алексеевны спортивная семья. Амали всю свою тренерскую карьеру працавала разом со своим мужем, який некольких годов тому пошел с життя. По следах батьков пошли и три дашки. Усе зараз коллеги, так само тренеры. Плаванием займаются и четверо с пяти унуков. Працует Мария Алексеевна в училище Олимпийского резерва. Тренерскую деятельность лишит своим призванием. Любимая працада помогает заставаться бадерой и активной. Все-таки, наверное, это дается с характером, дается, наверное, как это, назначение в жизни, я не знаю. Но я всю жизнь, хотя я по натуре строгая. Я, короче, знаете, такая пряник и кнут. Наказала, я сразу отхожу. Может быть, вот это у меня и, в общем-то, по жизни мне дает. Это и другие новинки, информацию о проектах Толя Радокомпании Гомель вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tv.gomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok